В течение нескольких часов на пересечении трехсвязки бульвара Радищева стоял новый синий автобус. Таким образом, жителям города презентовали тестовую модель транспортного средства по своим техническим характеристикам, сопоставимую с новыми автобусами, которые планируется запустить в Твери в рамках транспортной реформы. Вместе с тверичанами осмотрел автобусы наш корреспондент Наталья Чекет. Реформа транспорта, которая заменит почти все городские маршрутки, стартует уже с 3 февраля следующего года. На линию выйдут современные низкопольные автобусы, оснащенные по последнему слову техникой и окрашенные в единый стиль. Где-то гаубики. Ну, таких вот побольше бы в городе, а то уж как-то маршрутки слишком серые, надо, чтобы повеселее такого было. Автобусы будут курсировать по маршруту с пяти утра до полуночи. Внедряемая модель предполагает жесткие требования для перевозчиков к экологичности общественного транспорта и безопасности для пассажиров. Видите, в автоматическом режиме система понимает, что пассажир зажат дверьми и автоматически открывается. Здесь, в этом автобусе, также есть система, которая обеспечивает в автоматическом режиме, в случае, если дверь не закрыта, автобус не может тронуться. Вместе с новой системой в город придет и замена ЕСПБ. Проездной билет сменит социальная карта жителя Тверской области. На ней будет изображен Староволжский мост в ночное время суток. Проезд в новых автобусах будет стоить 25 рублей при оплате по банковской карте. При этом предусмотрены скидки для постоянных пассажиров. Увеличится провозная способность автобусов до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут. В отдаленных районах от 5 до 15 минут. Все новые автобусы будут оснащены специальным оборудованием для маломобильных групп граждан. Откидной аппарелью пологой площадкой для спуска и подъема ремнями безопасности для фиксации инвалидного кресла. Да, с автобусами я уже ознакомилась. Конечно, очень хороший, комфортный. Главное, что он низкопольный подойдет для маломобильных граждан, к которому относятся инвалиды, колясочники, мамы с детьми, пожилые люди. Да и обычному даже гражданину будет намного проще подняться в салон. Мамы с маленькими детьми тоже протестировали удобство низкопольного транспорта и систему книлинга. При открытии дверей автобус наклоняется в правую сторону на несколько градусов, позволяя пассажирам комфортнее подниматься и проходить в салон. Очень удобно, что можно заезжать и не тягать коляску на себе, потому что когда ребенок уже не маленький, коляск, соответственно, становится очень тяжелой. Очень удобно, что можно поставить. По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе учтены все пожелания жителей. Сохранены все действующие маршруты и восстановлены недостающие. Во время тестовой презентации жители отмечают комфортность внутреннего обустройства салона общественного транспорта. Очень удобные двери. Двери теперь не страшно, могут защемить человека, но не принести им никакой боли. Это особенность такая. Комфорт для человека в этом автобусе создан тот, который на сегодня можно считать наилучшим. С 25 по 29 декабря на маршруты Твери выйдет новогодний автобус. Он будет ходить по маршруту номер 20, далее по 31 и 36. По пять дней на каждом. Все жители смогут оценить работу нового транспорта. А в предновогодние дни и 2 января всех пассажиров будут приветствовать Дед Мороз и Снегурочка. Продолжение следует...